Книга «Инфодайинг. Знания». Хочу сегодня прочесть одну главу из неё. Одну. Книга невероятной глубины и включающая сознание буквально в каждый момент. Как мы проявляемся, что мы несем. Это всё про осознанность. Покаяние и раскаяние. Ирина продолжала. «Неосознанный скажет, это чистое искреннее состояние. А что скажем мы? Это жалость к себе, страх. И никак иначе. Слёзы, сопли. Как же? Ведь человек раскаялся, а значит осознал. Что осознал? Свою ошибку? Свою вину? Свою грязь и так далее? Да. Но с какой позиции? Размазывание, подчинение, уничижение и так далее. А значит состояние низкочастотное. Что создаёт низкочастотное состояние? Страх. Опять страх. Что из страха создаётся? Болезнь. Смотри, еду к тебе и осознаю. За всё, что происходит, я благодарна роду искренне. И вдруг я осознаю чистую искреннюю благодарность. Вот человек раскаивается в слезах. Каюсь, я обидела. А чистоты нет. Без этого дерьма, эмоций и обид, они закрыты, осознаны. Нет искренности. Пойду, покаюсь, жалость к себе. Я такой хороший. Подмена. Искренности нет. А ответственность на папа, на бога слабо? Очевидно. Я могла рыдать на низких частотах, типа благодарю за всё дерьмо. А света нет. А когда есть свет, есть разница. Нет размазывания человека. Нет подчинения. Я никто и звать никак грешен. Это размазывает человека. Он идёт под. Под кого? Под дьявола. В церкви слёзы и сопли. Такой хороший. А чистоты нет. И мамке то же самое. Я такая хорошая. Я в церковь вхожу. И подмены. Нет света. Нет искренности. Нет чистой благодарности. Я благодарна роду. Но они же мне все должны. Я благодарна вам. Но вы же должны сделать моего ребёнка здоровым. А чистого света нет. Чистого ребёнка внутри нет. Есть грязь. И она не пускает выздоровления. Потому что нет искренней любви. И тьма. А церковная покайся – это ложь. Человек сам себя выводит на ложь. Сам себе врет, что он покаялся. Тут то же самое. Сам себе лжёшь. Искренность – она многогранна. Она чистая, детская. Как рождение нового человека. И так как мы каждый день рождаемся, но мы этот миг не видим при просыпании. Так как ложимся в грязи. Неосознанными. Лгущими себе. Жалеющими себя. Карающими себя и других. А это всё мы. Всё я. Поэтому при просыпании мы не видим этот свет. А когда ты искренний, ты идёшь со светом с утра, входишь с ним в день и приходишь с ним в ночь. И это о чистом, искреннем ребёнке в тебе. Том, о котором говорил Иисус. Без подмен и перевираний. Казалось бы, больше нечего добавить. Офигенная книжка. Вот она, одна глава. Одна страничка. Покаяние и раскаяние разложено в подменах во лжи. И подсвечена ещё одна грань искренности. Ведь что такое искренность? Вот как понять, искренен я или нет? Я же сам себе не лгу. Я же такой хороший. А где игра в хороший и плохой? Каждый шаг в этой книге, ты читаешь главу и зависаешь. Можешь зависнуть на сутки. На сутки просто осознавая то, что прочёл. Глубина неимоверная. А ведь это всего лишь седьмая книга. Седьмая. За ней ещё есть инфодайм «Глубина». Инфодайм «Парадоксальное восприятие». Это всё всего лишь путь к парадоксальному восприятию. И лишь освоив парадоксальное восприятие, то есть целостный взгляд на мир – это управление восприятием. Ты видишь сразу, почему болеет человек. Зачем ему болезнь. Ведь идёт полная гармония. Вот ты видишь человека больного в инвалидной коляске. Он страдает, мучается. У него там нестерпимая боль. А ты смотришь на него из парадоксального восприятия. И ты видишь полную гармонию. И ты благодарен этой болезни. Как же она нужна этому человеку? И потом задумываешься. Ну, раз тебе болит, давай попробуем. Вот мы вот сюда. Обратим внимание. Возможно, если ты это изменишь, тогда изменится и другая сторона. И тогда можно боль ослабить. И всё. И пошли перемены в человеке. Если он захочет меняться. А если не захочет, ты благодарен за то, что он тебя выслушал. И не стал ничего менять. И вот это восприятие, и вот это отношение, оно формируется от книги к книге. Поэтому, например, в нас нету этих спасателей, Чипа и Дейла, которые спешат на помощь. За что нас очень часто укоряют в видео. И в комментариях под видео. Но это процелостное восприятие. Человек, освоивший потом парадоксальное восприятие, может перейти к осознанному созданию иллюзий. Без этого путь закрыт. И ещё. В этой книге есть определения. Я опять обращу на них внимание. Потому что сегодня ещё прокомментирую один ролик. Опять-таки. Мы уже взялись за психотерапию. Но если взялись, так давайте уже будем её убивать контрольным в голову. Люди не понимают, что такое сознание. Не могут дать определения. Сознание. Вот в этой книге дано это определение. Я его специально прочту. Прочту именно формулировку от инфодайвинга. Не размытую. Здесь приведена формулировка из Википедии. И та, которая официально принята. На полстраницы воды. Я прочту нашу инфодайвинговскую. Сознание, образующее игру субстанция. Которое проявляется как состояние, В котором человек одновременно доступен к осознанию и проявлению. Он сам. Его внутренний и внешний мир. Точка. Когда человек чистый и искренен, Чистое сознание не содержит информации. Оно как чистая родниковая вода. Какую информацию ты хочешь внести, Та информация будет проявлена в жизни. Но для этого надо стать искренним. А для этого надо убрать все подмены и ложь. А для этого надо их сначала заметить. Если у вас в программном обеспечении, Например, раскаяние приводит к чистоте, То вы увидели, Раскаяние приводит к лжи. Это подмена. Ее надо убрать. Если у вас, например, Вина, обида или сочувствие, Сочувствие с человеком тоже приводит к искренности. Нет. Надо увидеть эту ложь. И это все в себе откорректировать. Это целый жизненный путь. Вот наши книги помогают это все увидеть в себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова